Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Как вы поняли, сегодня у нас также будет мукбанг. Мы будем кушать мимозу целую. В прошлый раз видео с тортиком. Так получилось, что была железная вилка. Я обнаружила там кучу негативных комментариев, что это раздражает кого-то. Я просто даже не знала. Поэтому я прикупила себе комплект вот таких вилок. Давайте с этой стороны начну есть. Это прям нереально вкусно. Готовила мама вчера, и он прям пропитался. Все комментарии я стараюсь читать и обращаю внимание на то, что вы пишете. Вижу часто, что вы говорите, что я мало отвечаю на вопросы. В этом видео нужно срочно исправить. Все вопросы я беру из своего инстаграма. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе. Я вставлю такой пост, под которым мне задают вопросы. Или же это история. Давайте начнем. Если парень Фати признается тебе в любви и твои действия. Если бы Фатин парень признался бы мне, я бы в первую очередь рассказала бы Фати про это. То есть я считаю, что если бы он любил Фатю, он бы не признавался мне. А значит человек говно. Если человек говно, моя подруга должна знать об этом. Я очень извиняюсь за свое выражение, но... Я так считаю. Сними пицца челлендж. У нас, кстати, были видео про пиццу. Поэтому не знаю, насколько это будет актуально. Но я пиццу вообще очень люблю. И для меня просто одно удовольствие снимать какие-то мукбанки с пиццей. Вкусно. Далее. Какие-то странные у вас сегодня вопросы. Что бы ты сделал, если Фатя бы тебя предала? Ну, зная характер Фати, я от такого никогда от нее не ожидаю. Мне кажется, это из ряда фантастики. Я не верю, что она может сделать что-то такое, что можно назвать предательством. Это очень надежный человек. На которого я полагаюсь. То есть... Я не верю, что она может что-то плохое сделать. Дальше. Каких российских блогеров смотришь? Я вам уже говорила в одном из видео, что я смотрю Андрея Петрова. У него вышла рубрика «Трешевые салоны». Вот эти видео мне очень нравятся. А из девочек я даже не знаю. По-разному бывает. Знаете, на кого наткнусь. А, еще. Есть блогерша. Такая, знаете, ей лет 35-40. Ее канал называется «Лана Светлана». Очень простая. Видео, знаете, без наворотов. Чисто снимать про косметику, про свою жизнь. Очень нравится. Хотела бы посетить Израиль. Вообще, я бы хотела посетить весь мир. А Израиль в особенности. Но, к сожалению, я там никогда не была. Надеюсь, что доведется. Передаю огромный привет всем, кто живет там. Вкусно. Сними, как ты кушаешь хингали. Нет, вот хингали – это моя любовь. Мы уже снимали такое видео. Но нужно повторить, потому что это было настолько вкусно. Обалденно. Мимоза тоже очень вкусная. Далее. Очень много вопросов касательно моего маникюра. Почему я не занимаюсь этим на профессиональном уровне. В прямом эфире я вам отвечала на этот вопрос. Я считаю, что каждый человек должен заниматься чем-то одним. Если я взялась за то, что я буду типа блогером, снимать видео, я должна снимать много, снимать качественно. А если я буду параллельно еще делать ногти, параллельно, не знаю, делать еще прически, следовательно, мое основное хобби уже будет не столь качественным. Поэтому я предпочитаю заниматься чем-то одним. Но я делаю сама себе. И здесь вопрос, сложно ли научиться. Вообще, самой себе немножко сложно, если честно. Потому что правой рукой как-то легко делать. Левую руку, но левой рукой, правую, это что-то с чем-то. Но со временем привыкаешь. Ко всему привыкаешь. Опять про религию вопросы. Я, если честно, не очень люблю затрагивать национальные какие-то вопросы. Политические, религиозные. Потому что там все люди разные. Кто-то со мной не согласен. Я не хочу никого из вас обижать. Здесь вопрос насчет намаза. Умею ли я делать? Я никогда в жизни не делала намаз. Не могу сказать. Трудно, это легко. Какой у тебя рост? Многие, кстати, ошибочно предполагают, что я не жифатель. Потому что, когда я сижу, я сижу вот так всегда. А надо сидеть вот так. Рост у меня давно уже, если честно, не мерила свой рост. Но у меня где-то метр шестьдесят восемь. Для России я бы была просто коротышкой. Но здесь я одна из высоких. Красотка, спасибо большое. Сколько весишь? Я вешу пятьдесят пять килограмм. Когда будет видео с Фатей? Видео с Фатей тоже будет выходить очень часто. Вот, например, вчера было видео с Фатей. Вообще, я снимаю наперед. То есть, вот я сейчас снимаю видео, а это видео вы увидите где-то через три-четыре дня. Я теперь решила делать так, чтобы каждый день обязательно у меня был материал. Когда последний раз плакал? Сегодня утром. А почему не скажу? Не скажу. Ну, я заметила такую особенность, когда я снимаю мукпанг. Вроде незаметно, но когда у меня нет настроения, вы сразу это чувствуете. Хотя сейчас я бы не сказала, что у меня нет настроения. Такой вопрос. Мечтаешь ли ты стать знаменитой? Не могу сказать, что я мечтаю. Я мечтаю стать очень богатой. Прям миллионершей. Вот это моя мечта. Но знаете как? Когда ты знаменитый, на тебя льется очень много грязи всегда. Если ты супер популярный, а тебе начинают ходить слухи, поэтому я бы предпочла просто быть очень-очень богатой. Но не знаменитый. Я вообще очень стеснительный человек. Не могу сказать, что я очень общительная. Я никогда, например, в школе, в классе или в компании не была душой компании. Не то, что прям изгоем, но... Я выбирала себе одну девочку, с которой я буду дружить. И все, я общалась только с ней. Такой коммент здесь. Нужно писать тебе гадости, чтобы ты обратила внимание. Ну почему? Даже когда гадости пишут, я стараюсь не отвечать негативом на негатив. Пытаюсь как-то сформулировать свою мысль. Честно, с одной стороны, я вас понимаю. Я не успеваю всем отвечать. И это некоторых обижает. Но вы тоже поймите меня. Вас много и одна. Это как учитель ангелетов. Вас много и одна. Но по возможности я опять же пытаюсь всем отвечать. Уделить каждому внимание, время. Двигаемся дальше. Если бы у тебя была бы суперспособность, какая бы она была? Я уже отвечала на этот вопрос. Тогда я сказала, что летать. А сейчас я бы хотела читать мысли. Кем-то хотела стать в детстве. Я хотела стать учительницей. Кто выпьет больше воды? Я выиграю этот челлендж. Если такой будет. Потому что я очень много пью. И вследствие этого, даже в некоторых мукбанках, я не могу нормально есть. Потому что я очень много пью воды. Кто любит мимозу, обязательно ставьте лайк. Интересный вопрос. Обрезала бы свои волосы за миллион долларов? Ну, за миллион долларов, наверное, да. Потом они все равно отрастут. Или просто можно нарастить. И какое-то время ходить так. Но у меня длинные волосы очень-очень давно. Я прям не могу представить себя с короткими волосами. Вот прям не могу представить. Последний раз у меня были короткие волосы, когда мне было 4 годика. Представляете? Вот всю жизнь хожу с такой шевелюрой. Что ты любишь делать больше всего по дому? Я люблю лежать. Очень люблю. Включить какую-нибудь музыку. Под настроение. И просто лежать. Я встаю утром. И обязательно мне надо хотя бы полчаса поваляться. Я специально ставлю будильник. Например, мне надо встать 7. Я ставлю на 6.30, потому что знаю, что полчаса мне нужно поваляться. Если я встану прям сразу, у меня будет ужасное настроение. Я буду как собака. Интересные вопросы. Если бы ты была бы парнем, что бы ты сделала в первую очередь? Даже не знаю. Вообще расскажу вам такую историю. Когда я должна была родиться дома, все думали, что будет мальчик. И даже придумали для меня имя. Ужасное имя. А потом родилась я, и все были в шоке. Вроде врачи как говорили, что будет мальчик. Но я рада, что я родилась именно девушкой. Потому что мне кажется, если бы я была бы парнем, я была бы таким лоховатым парнем. Парнем, который боится с кем-то идти на конфликт. В каком университете ты училась? Я училась в западном университете. Сейчас он называется Гарби Каспи университет. То есть это частный вуз. Вот это не государственный вуз. Многие пишут, чтобы я что-то приготовила, а потом села это все кушать. В принципе, хорошая идея. Но не знаю, насколько этот формат понравится вам. Пишите обязательно в комментариях. Хотите ли, чтобы я что-то готовила. Бывали мысли о самоубийстве. Мне кажется, всегда у всех эта мысль проскальзывает. Это было в подростковом периоде. Сейчас я довольна своей жизнью. Все отлично. Что ты больше всего не любишь из-за еды? Я ненавижу лук. Всю мимозу я съела. Остались здесь листья салата. Я молодец. Если вам не жалко, то обязательно ставьте лайк под этим видео. Также обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал. Обязательно подписывайтесь на мой Instagram. Ссылка будет в инфобоксе. Потому что свои вопросы я беру из Instagram. Если вы хотите, что в следующем видео ваш вопрос прозвучал, то обязательно подписывайтесь. А я вам желаю приятного аппетита. Удачного дня. С вами была Айка Эмили. Всем пока.